Привет, друзья! Говорят, что дети – самое большое счастье, которое только может быть, ведь они наше продолжение в этом мире. Но, к сожалению, в силу разных причин, многие пары не могут завести своего малыша. У каждого на это есть свои причины, и в число таких попали и главные герои нашей истории – аргентинцы Клаудио Коколон и Мариэла Ржепески. Пара очень мечтала о своих детях, но ничего не получалось. Как и все семьи, столкнувшиеся с подобной проблемой, наши герои обошли всех возможных врачей. Однако желаемого результата так и не добились. Врачи установили страшный диагноз – бесплодие. И тогда пара решилась на искусственное оплодотворение. Но, к сожалению, и этот вариант не сработал. Многие после такого отчаиваются и опускают руки. Многие, но только не Клаудио и Мариэла. Они решили, что если уж судьба не дает им шанса стать родителями своим детям, то они могут подарить тепло и заботу приемным. И, собственно, именно так и начался их долгий путь. Как оказалось, и здесь все было не все просто. Прошло долгих 10 лет, прежде чем паре пришло сообщение о том, что они наконец-то могут усыновить ребенка, после чего супруги и отправились в ближайший детский дом. Изначально они планировали взять малыша, но когда в приюте они обратили внимание на 12-летнего мальчишку по имени Хулио, а позже узнали от работников приюта, что, скорее всего, паренька ждет незавидная жизнь, ведь никто уже не захочет брать взрослого парня. Их сердца ёкнули, и они сразу же поняли – это их мальчик, которого они ждали всю свою жизнь. Все дело в том, что у 12-летнего парня было меньше шансов обрести новых родителей, ведь молодые семьи зачастую стараются брать малышей. А поэтому, когда Клаудио и Мариэла пришли в детский дом, парень скромно сидел, опустив свои глаза низко в пол. Он даже не надеялся, что в тот день его жизнь изменится навсегда. Паренек буквально похитил сердца Мариэлы и Клаудио, и уже вечером он оказался в своем новом доме. Сами же родители старались дать ему все самое лучшее, и мальчик отвечал им лишь только взаимностью. Он был очень воспитанным и послушным, и всячески старался проявить инициативу и не быть обузой для мамы и папы. Мальчик быстро освоился и стал своим в этом доме. Но уже вскоре родители стали замечать, что его что-то тревожит. Нет, конечно же, он был на седьмом небе от счастья, но что-то глубоко внутри заставляло его сердце рыдать. Мариэла и Клаудио сообразили, что парень боится им о чем-то рассказать, и как оказалось, это было действительно так. Позже родители решили поговорить со своим приемным сыном и узнали шокирующую новость. Как оказалось, у Хулио было четверо любимых братьев и сестер, но он боялся рассказать об этом родителям, чтобы снова не оказаться в приюте. Конечно же, для пары это стало открытием, но видя, с каким теплом он отзывается о родных братьях и сестрах, они решили, что не могут позволить себе их разлучать. Изначально Мариэла и Клаудио разрешили ребятишкам просто наведываться к ним в гости. Ну а после парочки таких визитов они и вовсе ошарашили работников детского дома и приемного сына. Спустя несколько таких встреч Мариэла и Клаудио поняли, эту семейку разлучать нельзя. Тогда же они явились в приют и заявили, что решили усыновить всех младших братишек и сестренок своего приемного Хулио. «Я просто подумала, что жизнь проходит, а кроме вечной гонки за достатком, я совсем забыла о настоящем смысле жизни. Я решила поговорить об этом с мужем. И когда я только завела разговор, он меня перебил и сказал, что согласен», – говорила позже Мариэла. «Он даже не дослушал меня до конца и, как оказалось, он сам хотел со мной об этом поговорить. Клаудио готов был работать еще больше и активнее, лишь бы иметь возможность дать детям все самое лучшее и сделать так, чтобы они ни в чем себе не отказывали». Уже вскоре семейство пополнилось еще четырьмя детьми, и теперь в их доме навсегда поселился детский смех и такие простые, но крайне необходимые радости жизни, как любовь и забота. Старшие мальчики быстро стали незаменимыми помощниками папе, а девочки – радостью для мамы. Это большое семейство каждый день излучает радость и любовь, а их семейные фото говорят об этом сами за себя. С тех пор прошло уже несколько лет, и, как говорят сами мама и папа, лучшее, что было в их жизни – это решение усыновить Холио, а затем его братьев и сестер. Сейчас семейство наслаждается жизнью в загородном доме, а сыновья и дочери называют Мариэлу и Клаудио мамой и папой. И давайте откровенно, что может быть лучше этого? Более счастливое окончание этой истории и представить, наверное, сложно. Кажется, эта встреча была дарована им свыше, и она с лихвой окупает все те испытания, что выпали на их долю. Хочется пожелать им только здоровья и оставаться такими же дружными и преданными друг другу. Друзья, а как лично вы расцениваете решение Клаудио и Мариэлы? Обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось. И до скорого. Пока!